Депутаты Ивановской облдумы проголосовали за очередные изменения в законе о региональном бюджете. Они касаются основных характеристик областной казны. Доходы увеличиваются на 73 миллиона, а расходы сокращаются на 253 миллиона. Таким образом, дефицит бюджета сократится свыше, чем на 327 миллионов рублей. Увеличение и уменьшение доходных источников касается акцизов на нефтепродукты, которые являются источником формирования дорожного фонда, акцизов на алкогольную продукцию, администратором которых является управление Федерального казначейства по Ивановской области, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Суммарный объем налоговых и неналоговых доходов, за исключением указанных акцизов, не изменен, но сделаны уточнения по отдельным позициям, исходя из анализа поступлений за истекший период и оценки поступлений за год. Изменения по расходам обусловлены корректировкой целевых бюджетных средств, субсидий и субвенций. Кроме того, сокращены расходы на обслуживание госдолга. Против принимаемых изменений высказался только руководитель фракции от КПРФ в региональном парламенте. Владимир Кленов выступил за необходимость индексации детских пособий. Я как депутат, кроме как, когда решается вопрос о бюджете, не могу высказать правительству Ивановской области вот свои претензии и свои просьбы. Потому что губернатор не встречает, заместители не слышат. Когда еще сказать-то об этом? Индексации детских пособий нужно возвратить немедленно. Любовь Васильевна, эту вашу озабоченность и нашу тоже обязательно передаст губернатору Ивановской области. Мы рассчитываем на то, что при подготовке трехлетнего бюджета в 18-20-е годы наша общая озабоченность, безусловно, будет учтена. Уже в следующем году в бюджете области планируется предусмотреть 120 миллионов рублей на индексации пособий. Но детально этот вопрос депутаты обсудят позже, когда начнут работать над законопроектом о бюджете на 2018-2020 годы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.